меня зовут макс трава я путешественник ну и начинающий можно сказать блогер на моем блоге на данный момент все лишь 3700 подписчиков но видео просмотрела все плавающие значит мой путь с америки начался каким образом я приехал прилетела в майами с 800 долларами и велосипедами большим желанием осуществить кругосветное путешествие откуда летели с москвы летел это самый дешевый перелет рассматривайте вариант с нью-йорка но майами оказалось довольно удобно так сами бы откуда я сам с беларуси живу в городе могилево хоть по гражданству и родился я в мурманске но мои родители переехали беларусь это как родительские корни начинались материнские корни с беларуси поэтому мы пока сели там и как бы моем место дислокации является беларусь это как у меня там есть мой дом и есть моя семья и собаки лет вам сколько мне 33 уже года образование киржа и образование экономическое даже и средне технического меня техникум и институт занимался я в основном своим бизнесом у меня было больше 15 бизнесов различных сферах мама но к сожалению кризис дал новый толчок на мой вед жизни я решил что я устал от этого бизнеса подойдите на 15 это один за одним или сразу там по 5 некоторые были 23 бизнеса сразу а некоторые по несколько но после последовательные шли бизнес мы в беларуси к человеку который делает бизнес к нему спокойно относится или говорят что наверно гад какой-то вот но сейчас уже более проще с этим но все же есть такое конечно некоторые недолюбия вообще вы мне кажется что у нас есть какие-то деньги то есть что у нас есть какие-то деньги то ты уже являешься вором то есть честно не заработает ну как бы да но к сожалению я сталкиваюсь с тем что вот работая в бизнесе уже с 2003 года у меня была открыта моя первая предпринимательская деятельность и мне дали удостоверение чтобы стал предпринимателем я скажу что наверно да больших денег в беларуси в россии не заработаешь честным путем к сожалению так то есть я сколько ни пытался развивать свой бизнес у меня были от сферы услуг до производства и как и учили меня в моем институте что услуги это самый меньший доход продажи это чуть больше а производство это самое выгодное да неужели да представляете я до сих пор помню это и не хочется встретиться с преподавателями сказать ему о том что что-то ты не то мне придут было так семидесятые задержка конечно образовательные эффекты у нас присутствует и в этом и возникли нюансы когда я вышел на производство и накопленные мои деньги в одном было бизнесе к сожалению мне это производство дала огромное падение и я потерял свои деньги и все что у меня было скажем неудачно важном бизнесе хорошо что привелось к идее путешествовать вы давно путешествует до всю жизнь у меня берут еще корни от моего отца мой отец моряк и вообще капитан дальнего плавания в основном работал на ловле рыбы в разных странах и в принципе весь мир а плавал весь мир вот и наверное это в крови у мне присутствовала я начал путешествовать свое конечно по беларуси и продолжал продолжал в процессе уже наращивая увеличивая масштабы я путешествовал основном на мотоцикле так как я мотолюбитель вау да я занимаюсь мотокроссом опасно вообще смысле вот не в смысле ну обидеть могут того красть могут и подгадить и так за вот наверное мои путешествия тоже больше десяти лет у меня грабили один раз это было под ростом на дону я спал палатки и проснувшись я просто не увидел своих вещей но рассказали мне кажется что там баллончик дефлофоса когда ты спишь и ты дальше продолжаешь спать пока тебя там обчищают то есть но это больше моя была принесмотрительность определенные факты повлияли на то что я остановился в городе хоть это например как в россии и вообще нежелательное дело то есть лучше если ты становишься палатки думать и подальше от людей скопления по крайней мере в россии такого в америке точнее такого нету я здесь много часто ставил платка путешествуя когда ничего но у нас конечно чем ближе ты находишься городу чем больше скоплен деталь даже просто зону риска я к сожалению рискнул и моя ночь палатки составил около 1000 долларов знаете как люди из разных стран разные вещи рассказывают я например с израильтянами когда беседу они говорят вот приходишь на пляж никого нет вот лег приходит второй человек полный пляж свободный он не пойдет куда-то он ляжет рядом с тобой потому что там где люди там безопасней чувствуется да 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 там безопасность поэтому но я иногда пользуюсь мне надо слышать что есть люди для чего чтобы в случае чего я мог по крайней мере позвать на помощь но дальше в основном я даже ориентируюсь на то что при скоплении людей животные дикие животные не пойдут возьмем даже элементарные вещей как те же змеи когда есть у тебя там телефоны всякие электроприборы да это значение их отталкивают те же больших грозные животные типа медведя ой ну скажем так по крайней мере у нас тут много в калифорнии еще не проверял слушайте так подождите все таки значит когда вы снились путешествие мое кругосветное путешествие началось в том году но вообще начало на уже как на протяжении двух лет то есть за эти два года я у себя дома был все же пять месяцев у меня были перерывы по два месяца связи с тем что приходилось не надо делать визы это первое второе надо ждать было дешевого перелета так как финансового состояния у меня большого не было все потерял в неудачах своего бизнеса я решил естественно идти экономным и как называемый как я по крайней называю это бомж 3 то есть начал свое путешествие это автостопом уже без мотоцикла без мотоцикла так как у хоть у меня был мотоцикл но я просчитал что у моих денег которые у меня были а это было у меня там 1000 долларов на старте я понял что я не смогу далеко уехать на мотоцикл продать мотоцикл бензин потому что да да естественно определенные расходы плюс таможенные вопросы когда ты пересекаешь границы очень много есть вопросов и кругосветное путешествие просто невозможно было сделать поэтому я стартанул автостопом с 1000 долларов с 1000 долларов да и со складным велосипедом это мой был эксперимент почему потому что первый раз когда я поехал на три месяца в азию это было и основа моего как бы начала но я поехал в таиланд там вьетнам камбоджа индонезия малайзия я понял что мне неудобно таскать рюкзак и 20 или 15 килограмм рюкзак на спине когда ты смотришь город и я взял велосипед но там конечно можно на пару баксов там день как-то выживать до азия в этом плане для путешественников если хотите изучить это пожалуйста и у америка то вам только прилететь сюда это уже деньги совершенно верно то есть перелет на самом деле мне обошелся 230 долларов с москвы в майами поэтому я ждал его два месяца вот поэтому приходилось находиться дома то есть вы изначальный план у меня было с шанхая или же с бенжин и как его называют полететь с пекина полететь пикин пикинда полететь сюда в калифорнию но билеты на тот момент оказались около тысячи долларов хоть я в китае зарабатывал деньги продавая фотографии но этих денег не совсем хватало чтобы точнее их бы хватило на перелет но сюда бы я прилетел вообще с нулем а я подойдите вы сейчас приехали из сакрамента да совершенно как бы проживать какой-то да полтора месяца знакомые да 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 я познакомился в процессе путешествия с парнем как раз он присутствует при встрече и он мне предложил пожить у него но вы как блогер в принципе вы должны много народу иметь которые там говорят ой приезжай к нам заезжай к нам поживи у меня получилось что как раз таки он смотрит мой youtube канал и он мне написал что приезжай максим какой канале но я в принципе дам ссылку но горит у макс трава youtube уже на макс трава все в ю тубе так рамки строго макс тро вор да ну хорошо значит подписчиков я понял 3000 просмотров вот сколько там ну скажем за месяц ну за месяц даже честно сейчас он не скажу чтобы так посчитать но есть ролики которые у меня двух до восьми тысяч просмотров на данный момент неплохо но на первые первые дни обычно после выпуска роликов примерно до тысячи долазит а там уже начинается естественно одевали что дороже то есть канал на данный момент растет я когда приехал в америку у меня всего лишь было 150 или 200 . это когда было по времени это было 22 января я прилетел в америку и начал свой рассказ как нужно заработать в америке деньги за полгода это ну да скажем да за пять месяцев я смогу набрать комментарии вы в основном такие в поддержку или вас ругаются что-то бывает бывает но в основном я вот пару например видео рассказывал про то как в америке можно выжить и хоть сам опять же не делал но последнее было видео про то как некоторые американцы воруют и сдают это все магазин естественно я рассказал эту историю как воруют в смысле как попользовались и сдали это нет это пользование сам кстати тоже так осуществил один раз но в большинстве случаев потому что там воруют магазин да они ходят в омарт воруют там вещи выходят потом приходят их сдают получать за это деньги и уходят я такого не слышал ну вот я когда рассказал это ребята мне естественно начались очень гневные отзывы касательно того что вот чему-то учишь людей провоцируешь а я как бы объясняю что если попадаете в америку и у вас сложная ситуация и вы не получилось что то то каким образом вы можете выжить в америке да я например могу на данный момент сейчас выжить в америке за 5 долларов в день легко питаться но самым готовим у меня есть газовая горелка я иду в магазин волмарт 399 центов ума и там тоже самое рис макароны какие-то есть полном месте бесплатно иду честно не попробовал сколько раз здесь находился сколько мне подписчиков говорил вот приедь сходи фото банк футбанк да и я так и не доехал до него ну как то не знаю это нужно просто уже как бы быть корнями в этом деле и тогда вы будете знать целый мир вот этой халявы да да возможно для туристы это не не так легко открывается возможно возможно здесь есть так как у меня некоторые друзья путешественники даже были бесплатное жилье вот где вот неблагоприятное скажем люди живут бомжи как у нас называют вот но опять же мне это не так сильно надо было во-первых каучсерфинг все-таки в америке работает плюс rnb и небольшая реклама дайте сайт она также работает я всегда находил по 10-15 долларов на челек на крайний случай и и палатка хоть и и всегда я ставил в бесплатных местах хоть это было очень сложно в америке да добраться еще до такого места да вот но поэтому и плюс мотоцикла потому что на велосипеде я понял проехать 100 150 километров в день который я могу на велосипеде это сделать и не всегда я мог найти место я таким образом путешествую просто по европе всегда когда с собой таскаешь чего-то ну как ты весом тебя очень 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 вообще мы в этом мире зависим от этих всех накоплений особенного я работал мувинге последний месяц насколько американцы себя нагружают ненужными вещами у каждого есть эти клюшки у каждого настолько бардака который жалко выкинуть да 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 гаражи все забиты это конечно то есть просто ужас вот такое и я понимаю что вообще ну я когда-то изучал систему буддизма и был на самуи на ретрите там дыхание медитации нас учил наш учитель дон хубер типа надо отпускать поэтому стараться в нашей жизни не накапливать все как можно больше всяких вещей да все же быть более свободным и независимо скажем так философский вопрос то есть как бы люди по-разному живут и конечно конечно когда у меня был бы миллион доллар почему бы я не хотел бы себе за 500 тысяч долларов дом да да я наверно тоже бы изменился и по-другому мир у нас за 500 тысяч тут ничего купить нельзя даже квартиру ну потому что у вас силиконовая долина дорогие да дорогие дома есть места где за за 300 можно дворец поэтому американцы покупают дом на колесах и стоят около уолмарта но это уже другая группа людей ну что же хорошо значит давайте вот что сделаем мне теперь надо я там ребята оставил в классе надо к ним вернуться вот и я знаю что вы планируете еще подобраться к нашим краям да давайте мы сделаем лучше ребята которые нас смотрят есть вопросы во первых вы можете задать прямо максу там вы отвечаете на вопрос да конечно обязательно вот на его канале можете написать нам в комментарии потому что макс прочитает по-любому и у нас будет чем о чем поболтать следующий раз да вот а сейчас у нас такое как бы экспресс такое среднего рода что должно быть x у нас такое экспресс но встреча вот так не запланированная сейчас вы выгоняем сегодня звоним столько уже женским родом значит и вот надо до лучших времен и давайте ссылочку так ну да я я видел ваш канал там как бы найдем еще ссылочку дам и давайте тогда встретимся еще до встретимся и поболтаем уже так посерьезно удовольствием хорошо ясно спасибо счастливо